Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале GFox Ballet. Сегодня у нас на обзоре Android игрушка под названием... Название игры, кстати говоря, такое, что я даже не смогу его выговорить, потому что она примерно как-то вот так вот выглядит. Игрушка от студии Arababa Games, арабский дрифт и все дела. Давайте посмотрим вообще выбор автомобилей, которые присутствуют в этой игре. Господи, опять же могу заговариваться. Это у нас, я так понимаю, какой-то Solaris, очень машинка похожа на Solaris, по крайней мере. Так, это у нас, кстати, Toyota. В общем, пробежимся по игре, посмотрим, что здесь можно, чего здесь нельзя. Кстати говоря, Lamborghini довольно-таки неплохо выглядит. Ну, тут автомобили, в принципе, дохрена. Слушай, я листаю, они не кончаются. Отечественная автопрома есть здесь или нет? Что-то пока что я не вижу. Так, давайте зайдем в настройки. Каждую машинку можно кастомизировать, как ты видишь. То есть, я не знаю, зачем разработчики это добавили. Если ты знаешь, напиши в комментариях. Здесь можно снять, например, бампер. Я могу снять передний бампер, я могу снять задний бампер. На кой хрен мне это надо? Я не знаю, но пускай будет так, раз разработчики дают такую возможность. По настройкам. По настройкам все довольно-таки скудно. Но тут можно поменять, например, цвет тачки, сделать ее какой-нибудь вот такой вот темно-темно-черный, например. Почему нет? Цвет освещения, имеется в виду цвет фар. Снял я бампер сейчас. Так ущербно все это дело выглядит. Давайте немножко тут так вот подхимичим, поставим какой-нибудь желтый цвет фар, потому что выглядит это, по-моему, прикольно. Так, по плакатам это имеется в виду какие-то винилы. Мы можем устанавливать на машину прямо сюда. Как-то это все дело настраивать. Ладно, тут можно долго заморачиваться, друзья. Вот кому интересно, скачайте, поиграйте. Тут разные всякие винилы есть. Цвет стекла и, короче, внутренняя отделка. Даже если что, мы можем посмотреть, как выглядит салон внутри. В принципе, все довольно-таки аутентично. То есть, это Toyota. И Toyota примерно так она и выглядит. Этой модели, насколько я знаю. Хорошо, что тут есть еще? Мы можем также побаловаться с подвеской, сделать ее пониже, повыше. Давайте ее немножко опустим. Тип колес и, в общем-то говоря, выбор режима игры. Давайте выберем, я не знаю, ну, пускай будет дрифт, наверное, все-таки это арабский дрифт игра называется. Ну, ладно, как бы то ни было, настройки ты только что видел. Давайте идти. Не знаю, почему написано идти, давайте идти. Друзья, я обычно вырезаю всю рекламу в играх, но эту решил оставить. Вот, как бы я не знаю. Смотри, вот реклама вот этого всего дела. Как ты видишь, в игре есть несколько режимов игры. Это многопользовательские мультиплееры, одиночная игра. Здесь можно выбрать погоду, я так понимаю. Можно выбрать дождь. Я не знаю, давайте выберем дождь, потому что в дождь, наверное, лучше дрифтовать. Режим пустыни, режим города, взрыв и какой-то там вызов. Хрен знает, что это все означает. Тут есть еще, кстати говоря, какие-то кольцевые, карта Хаджава, режим остановки. Короче, давайте выберем самый первый режим. И все равно, друзья, реклама, короче, в этой игре вылазит. Ладно, все это дело я замажу. Короче говоря, вот выглядит так примерно мультиплеер в игре. Мы можем управлять либо персонажем, либо сесть в машину. Ну, заглядывая наперед, скажу сразу, что управляя персонажем, я вообще не вижу никаких, каких-то конкретных целей, что он может сделать. Он может отдать, например, как-то вот так вот честь. Я не знаю, ну, есть всякие разные приколюхи. Он может там дать какую-то там эту самую. Так, куда ты пропал? Ой-ой-ой, блин, господи, меня чуть не задавили. Короче, всякие такие вот приколюхи, типа, в ладушки там похлопать, ладушки, ладушки, и где были дурашечки. Короче, всякую херню он может вытворять. Вот, в принципе, так вот сесть, ему нахер ничего не надо, честно говоря. Бля, а как стать-то? Слушай, ты не хочешь стать? Вставай давай, дурак, вставай. Юперный карась. Да я понял, пойдем, пойдем подписчикам машину-то покажем. Пойдем, хватит в ладушки хлопать. Да пойдем-то уже, господи, болезный. Давайте сядем в машину. На самом деле, я в нее поиграл минут, наверное, 10. Я так и не понял, что делает персонаж здесь. Как бы, ну, тут все, знаешь, тут дрифт, тут машины, тут ты можешь вот так вот гонять, всякие шашки устраивать. Что здесь есть еще? Кстати говоря, в игрушке отсутствует звук. Не знаю почему. Давайте включим фары, давайте включим аварийку, чтобы все видели, что мы немного сумасшедший человек. Ее таскает неимоверно. Ей невозможно управлять. С чем это связано, я не знаю. Здесь есть нитро. То есть, можно устраивать какие-то гонки, можно устраивать какие-то погони. Насчет камеры. Здесь, в принципе, довольно-таки большое количество камер. Есть обычная, стандартная камера. Есть вот такая вот кинематографическая, чтобы снимать какие-то видяшки, как ты ездишь, например, с друзьями в мультиплеере. Также есть, например, из салона. То есть, вот, это выглядит, в принципе, довольно-таки прикольно, довольно-таки солидно, если что. Так, немножко крутим вверхе. Здесь есть турбо, чтобы можно было гонять с друзьями. И, как бы, мы вообще едим 262 км перчатки. Представляешь, на этой машинке. Вот. А, еще здесь есть такая приколюха. Не знаю, зачем она конкретно нужна. Наверное, для оффроуда. Мы можем поднять, например, машинку. То есть, я нажимаю вот эту вот кнопку, она у нас немножко так вот поднимается. Опускается, поднимается, поднимается, подпускается. Почему так вот? А еще, друзья, мы здесь можем разогнаться. За чего отвечает вот эта кнопка? Интересно. Смотрите, мы разгоняемся, нажимаем ее, и машина начинает выдавать какую-то херню. Для чего это придумали, я не знаю. Скорее всего, чтобы можно было как-то переворачиваться. Так, давай, встань, пожалуйста, на асфальт. Чуть мне голову-то паришь. А, ну давайте теперь выберем какой-нибудь другой режим езды. Я не знаю, вот режим города, режим пустыни, они, наверное, между собой похожи. А, давайте выберем режим шоссейных дорог. Вообще, как это выглядит? А, здравствуйте, здравствуйте. Мы находимся, если что, с вами на шоссе. Вот так вот примерно выглядит режим шоссейных дорог. А в чем его прикол? Не знаю, друзья. Ну, просто, наверное, можно погонять так вот по шоссе немножко подриптовать. Давайте, кстати говоря, попробуем. Во-во-во-во-во-во. Отлично. Ну, ты должен понимать, что мы выбрали стиль управления дрифт. То есть, там можно было сделать веселье, еще можно было сделать обычный классический, и машину бы так сильно не таскало. Но, раз эта игра позиционирует себя как все-таки арабский дрифт, как бы, ну, наверное, было бы неплохо. Попробуйте его. Вот такая вот, собственно говоря, друзья, игрушка. Пишите ваше мнение в комментариях по поводу нее. Она относительно недавная. Если вам интересно, скачивайте, играйте, делитесь своими эмоциями. Я с вами прощаюсь. Увидимся в следующих сериях. И... Бум. Всем пока.